привет друзья сегодня хочу с вами поделиться хорошо хорошим рецептом это будет рассольник который делаю из года в год всем кому давала рецепт он всем понравился вот но делаю я на половину порции для начала мне нужно сейчас что я промыла перловку хорошо ее промыть и оставить пока у нас будут огурцы стоять чтобы они ну как бы она набухла оставляем в стороночку хорошо и конечно промыли здесь у меня стакан перловки если будет делать двойную порцию нужно будет два стакана перловки здесь у меня два килограмма огурцов мне надо и сейчас это все помыть и натереть на крупной теркой и оставить где-нибудь на 3 чтобы огурцы пустили сок и так приступим я помыла все огурцы здесь у меня два килограмма отрезала кончики огурчиков и теперь беру второй тазик и мне нужно натереть будет все содержимое на крупной терке ну вот я потерял наши огурчики и теперь я сейчас накрою крышечкой и дам постоять ну от двух до четырех часов надо чтобы огурцы пустили сок смотрите если огурцы у вас сочные то можно процесс этот как бы немножко уменьшить умнее два лет часа делала то что сока очень было много в общем часть мы отставляем наши огурцы чтобы пустили огурцы наш сок и также мы отставляем нашу перловку все и скоро я к вам вернусь и так у нас постояла постояли огурцы дали сок еще нам для этого потребуется насчет зелень петрушки и укропа вот такой пучочек нам потребуется помидоры здесь у меня 350 грамм прокручена через мясорубку можно блендером как хотите можно порезать кусочками этого как хотите значит на эту порцию мне нужно 250 грамм тертой моркови порезанная кубиком 250 грамм лука 2 столовых ложки соли 100 грамм растительного масла и как я говорила уже замоченная у меня здесь один стакан перловки сейчас я это делал солью теперь что вы должны сделать мы берем кастрюлю пересыпаем наши огурцы томатную томатную перекрученную массу зелень мы в конце в конце добавим и сделаем небольшую пережарку лучка и морковки прям быстренько буквально так чтоб прихватилась наливаем небольшое количество масла из раз из расчета того что у нас уже есть и так проступаем пассируем наш лучок до мягкости и и потом добавим морковки добавляем морковь и будем тушить до полу готовности морковка у нас поджарилась теперь берем нашу кастрюлю где мы будем все с вами варить здесь у меня огурчики пересыпаем нашу зажарку пересыпаем нашу зажарку добавляем помидоры очень вкусно очень экономично и вот сейчас пахнет огурчиками то есть также будет пахнуть у вас супчик пересыпаем наш нашу перловку сюда же не бойтесь что она не успеет свариться все сварится она еще дойдет под одеялом будет стоять у нас доходить поэтому все будет нормально засыпаем сюда выливаем оставшись наше масло то есть мы пережарим морковку на части масло которое у нас на весь объем и посыпаем сюда нашу соль все перемешиваем и ставим на огонь у нас должно это тушиться полчаса все перемешиваем и так я все перемешала и ставим где-то на пол часика тушиться как закипит убавляем огонь и будем готовить до готовности в конце где-то через пол часика добавим зелень прокипятим минуты две добавим уксус и в общем как бы уже наша консервация будет готова за время пока у нас варится мы должны помыть все баночки из расчета этого должно получиться 7 банок по 0 5 то есть вы берете спокойно одну баночку варите бульон в кастрюльке где-то литров три наверно варите мясо добавляете картошечку и потом вот эту вот консервацию вот такую вот баночку выливаете в кастрюльку и у вас получается полноценный освежающий рассольник пахнет свежим огурчиком зимой это будет вообще песня вот все я пока отставляю сейчас у меня начнет выделяться сок я буду периодически помешивать и подготовлю баночки я их уже помыла осталось них про стерилизовать вот уже появляется сок тут хорошо влаги все теперь тушим 30 минут всыпаем нашу зелень и хорошо перемешиваем у меня осталось 13 минут ну как раз хватит чтобы покипело такая красотень получается заправка супер пахнет вообще умопоморочительно знаю я обожаю эту заготовку так как быстро готовится все нет течение получасика получается вкуснейший рассольник у меня прошло 25 минут и я сюда вливаю 2 с половиной ложки уксуса девяти процентного проведем 5 минут и будем раскладывать стерилизованные баночки и так у меня закончилось время я уже прессоризовала баночки и крышечки и теперь беру и заполняю до самого верха то есть если какой-то жидкости не хватит что у нас должно покрывать полностью баночка должна быть полная заполняем и сразу же закатываем вот так закрываем и быстренько закручиваем переворачиваем и нужно укутать до полного остывания так поступаем с каждой баночкой и так у меня получилось 6 пол-литровых баночек одна получилась правда седьмая не полная но я завтра сольничек сварю вот попробуйте приготовить такую заготовочку на зиму и это облегчит вам вашу работу то есть вот полчаса на суп мясо быстро сварится баночку положили и вот вам рассольно картошечку покрошили зеленушкой тут принципе уже и соль присутствует добавили перчик и вас будет замечательный супчик с ароматом лета то есть свежего огурчика ну все дорогие мои я с вами прощаюсь как всегда захотите подписывайтесь на мой канал под видео оставлю рецепт вот этой заготовочки и всем пока пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok